доброе утро ну или добрый день друзья меня благодаря сегодняшней прекрасной погоде у меня была возможность посидеть в гардене с чашкой кофе с утра ну и к сожалению не стопкой британских газет а с планшетом на котором я их и читал и скажу вам как обычно это было достаточно увлекательное занятие вы же знаете что я без смеха читать британскую прессу просто не могу поэтому именно сейчас я поделюсь с вами самыми горячими новостями с первых полос британской прессы начнем с газеты таймс на обложке огромными буквами написано а земпик может замедлять биологическое старение да вы не ослышались это именно тот препарат который не так давно ругали а еще раньше он был известен как лекарство для лечения диабета второго типа и ожирения теперь по мнению экспертов он может не только это они уверены что этот препарат способен обратить вспять болезнь почек предотвратить сердечную недостаточность снизить давление и даже на треть уменьшить риск смерти от коронавируса представляете такое лекарство всех болезней ну и на обложке конечно строгая достаточно картинка ничего лишнего чемпион великобритании с паралимпийских игр но все внимание на текст про а земпик перемещаемся газете daily telegraph тут подход чуть более яркий заголовок гласит что этот препарат настоящий фонтан молодости ну а на обложке красуется цитата профессора харлана крумхольца из ельского университета который на конференции в лондоне представил результаты 11 исследований которые связаны с семаглутитом но внимание привлекает не только текст по соседству с научной сенсацией сияет фотографии кейт винслет актриса продвигает свой новый фильм ли где играет модель ставшую военным корреспондентом ну просто настоящая звезда горячая тема пиар полным ходом ну а сейчас daily express тут все в духе серьезной конкуренции та же тема про фонтан молодости и тот же профессор крумхольц но газета решила добавить немного веселья на обложке и разместили фотографию как вы видите зам премьер-министра анжелы рейнер которая развлекается за диджейским пультом на ибице все бы ничего но газета саркастично напоминает о недавнем заявлении премьер-министра кейра стармара о болезненных и тяжелых временах которые нас ждут ну видимо не всех нас и не все это заявление приняли всерьез газета financial times переключает наше внимание на бизнес поэтому такое название financial times на первой полосе говорится о катастрофическом падении доходов аукционного дома сотбис целых восемьдесят восемь процентов вниз а продажи упали на четверть и все из-за того холодка так сказать который ударил по рынку искусства и знаете что у конкурентов сотбис у крести также также дела идут не блестяще интересный поворот событий для мира где каждое произведение искусства ценится на вес золота но вы же знаете как теперь рисуют тяп-ляп и в продажу а теперь немножко драмы из газеты daily mail заголовок кричит рейнер просто в ударе имея ввиду ту самую вечеринку на ибице но это настоящая бомба здесь не то что новость из королевской семьи которая вынесена вообще во главу газеты принцы вильям и гарин и гарри оказались на одной церемонии на похоронной церемонии ну или чествование похорон в общем они оказались в церкви но при этом даже не поговорили друг с другом что же происходит королевской семье задается вопросом эта газета ну а дейли мир не отстает в драматичности газета публикует эксклюзивное интервью с отцом бывшего ведущего bbc джермина джинаса который сейчас как говорит его отец борется за спасение своего брака все это на фоне недавнего скандала из-за которого джинаса уволили как вы помните он отправлял такие некрасивые сообщения женщинам ну и судя по всему тут проблема не в некрасивых сообщениях по крайней мере для его жены а в том что он отправлял какие-то сообщения в целом женщинам ну и его отец вот так переживает за сына грустный как вы видите на фотографии здесь подобрали самую грустнейшую фотографию отца и переживает за сына не меньше чем сын переживает за свой брак газета guardian решила сконцентрироваться на злободневной теме коммунальных счетов они опубликовали эксклюзив о том что темпс вот и пытаются пролоббировать повышение тарифов компания наотрез отказывает скомментировать эти обвинения ну а на обложке можно также увидеть паралимпийскую чемпионку лиззи джордан которая недавно завоевала золото просто гордость британии газета ай викенд такое хорошее название я выходной делает акцент на растущих счетах за электроэнергию они провели опрос согласно которому 68 процентов людей считают что правительство делает недостаточное для помощи населению я бы сказал еще зарабатывают по сравнению с населением очень много а еще на первой странице можно заметить новость о супер мощных продажах билетов на концерт группы оазис который сейчас со всех щелей из каждого утюга про этот концерт нам вещают и цены на билеты на вторичном рынке ну на черном рынке имеется ввиду взлетели до цены в 6000 фунтов за билет настоящее безумие напишите кстати в комментариях сколько вы согласны заплатить за билет на своего любимейшего исполнителя вот прямо которого вот просто очень хотите посмотреть газета independent не стесняется бить тревогу на обложке говорится глубоко тревожных случаях сексуальных домогательств в н.х.с. национальной службе здравоохранения великобритании газета утверждает что регуляторы не справляются с расследованием этих дел кажется эта тема долго будет обсуждаться в обществе пока не прекратятся эти домогательства ну и конечно фотографии анжелы рейнер зажигающий где-то там на рэйве в вибице ну и наконец немного юмора одели стар здесь на обложке лемы ноэль галлахеры с новостью о том что их концерт на границе россии сможет остановить войну на украине оазис могут спасти мир вот такой заголовок если уж их дружба помогла спасти эту группу не дружба их братство я даже не знаю что спасло их группу отсутствие денег у обоих что они решили группу опять собрать или еще но почему-то газета решила что если они дадут концерт на границе россии и украины то это спасет мир ну пусть так пусть так хорошо бы если бы вот в последний день августа мы узнали что старение можно замедлить и искусство теряет в цене оазис снова в центре внимания возможно они действительно как я уже сказал правда спасут мир но пока политики танцуют на ибице принцип молчат на поминальных церемониях а скандалы в королевских семьях продолжают будоражить прессу нам остается только одно наслаждаться последними лучами летнего солнца и может быть поискать тот самый фонтан молодости а также копить деньги на зиму все что нам нужно вот это прошло действительно как нам не обещали это лето самым жарким за всю историю британии это помог было самое мокрое лето за всю историю моего пребывания здесь а здесь я уже почти 20 лет я такого холодного лета тут не видел но в любом случае сегодня тепло я надеюсь что indian summer так называемый бабье лето местное будет здесь хорошим поэтому я желаю вам такого же хорошего настроения как у меня хороший взгляд в будущее держитесь крепче держитесь вместе помогайте друг другу и до встречи уже в сентябре всего вам доброго а